Скажи друзьям, скажи знакомым, для вас открыть наш тёплый дом. Прошу вас к нам, пока все дома, пока все дома мы вас ждём. Доброе утро! В эфире светло-семейная программа «Пока все дома», которая сегодня делает... Светлана Светикова! Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Доброе утро! Здравствуйте! Знакомьтесь, пожалуйста, со всеми собравшимися. Ну и вам кто? Это манная мамочка. Так не младшая сестра, разве-то? Ну вот я сама путаю их. А это... Красный молодец. Красный молодец, барабанная дробь. Шучу, конечно, без всяких привлечений. Это вот мой коллега, мой своеобразный такой ангел-хранитель, директора, вот мой Боря, Боря, Боря. Светлана Светикова! Можно языком лякнуть, всё что угодно. Я всегда с ней. Всегда контролирую. Не сладко. Почему не сладко? Больше не сладко? Мне? Не сладко. Почему не сладко? Ну что за вопрос? Сладко-несладко. Свет? Конечно сладко. Вы знаете, вообще владеть этой, не по поводу слова, профессией, действительно, не моей, а вот непосредственно чем занимается Боря рядом со мной, это же великий талант. Вот. Я, чтобы когда-нибудь найти общий язык с людьми за сценой или договариваться по поводу концерта, мечтать в этом роде, никогда мне этого не получится. Я мечтала о таком человеке, как Боря, честно вам признаюсь. Но Борис женат. У Бори есть дочь. Да, между прочим, и сын. И сын есть. Угу, вот. Так что у нас вот такая семья большая получилась. Мы вместе съездим на гастроли, дочь и веселимся. А все это моя творческая семья. Да, творческая. Вот как жена Ольги реагирует, интересно, на ваш тандем? А Ольга смотрит постоянно. И Ольга очень помогает мне непосредственно. И Костюм, и Костюм. И очень мешает Борису. Что? Нет, нет. Что такое? Мы на команду. Мы на команду. Да, вот. На ветру по кашем огням Говорить про нас не надо Ничего, ты знаешь, что я Я иду с тобою рядом Просто ты скажи мне постой Чтобы больше не прощаться Нам с тобой друг друга не ждать Уже никогда Насчет искренности В первую очередь искренность Это живой звук И вот То есть я Ну, вспомним Был у меня такой эксперимент В моей жизни попала я на фабрику Случайно Устроилась Устроилась поработать Вот И я помню, что в Туре В Туре В Туре я была первой Испомнилась Ну, как обычно Делаются концерты И там Ну, как ты выбираешь Синограмму Нет, я буду петь живьем Ой, да там цирк Да там звук такой Ну, может, не надо Я говорю Значит, так Только я начала Петь живую Все Все начали Начали тоже Это очень хорошо Это отличная тенденция Она сейчас Третья фабрик Была живая Если помните Вся третья фабрика Строилась на ком? На артистке Светлана Светиковой Светикова Опять Светикова И опять Светикова Светика сдает Он с этим Ну, поэтому у нас Вот были очень Плохие отношения Кстати, на фабрике Со многими ребятами Вот из-за этого И возникала чудовищная ревность Вот Потому что в основном На меня никогда не ругались А я не давала повода Я, несмотря на то Что я там была Поскольку мы встали Восемь утра заканчивали У нас отбой был в двенадцать И факт, что в двенадцать Отпускались с репетицией Потому что порой Были картины Когда Плайма Вайкули Внезапно зашла В два часа ночи И сказала Не поняла И все встаем Репетируем То есть У нас полный шок Прав у нас никаких нет Мы подоптанные хомячки Ну, а ничего Не имеем права И голоса никакого Сейчас вы рассказываете Я вспоминаю учебник истории Восьмой класс Из советских времен И там детский труд на фабрике Такая жуткая картинка Страшно, страшно У меня страшно было Когда мне перед эфиром на фабрике И пела итальянскую песню с Басковым Я не знала ни слов Потому что у меня было два часа На то, чтобы выучить итальянский язык Не Баскова Не Баскова А Баскова сказала Я хочу петь жильем Потому что Вот мне не нравится, как записали И другую песню Да То есть И у меня там Десять, девять, восемь И у меня истерика Чуть ли не головой об лестницу Лина Арифулина стоит Не знает, что делать Она говорит Света, Света А у меня первый выход Света, Света Это такая грандиозная иллюзия счастья и перспективы В этом маленьком мирке Что когда мы выходили Мы готовы были за бесплатно работать Дабы эти стадионы Также кричали и плакали Когда ты просто проходишь мимо окна В своем номере Когда вокруг гостиницы Нереальные толпы девочек и мальчиков И нам выйти нельзя было У меня рвали на части Естественно Естественно Это завораживает Дело в том, что В восемь летом я была подобная история Да, да, да Вот я сейчас скажу как раз Мы в гостях Можно сказать Ветераны сцены Потому что в этом году Год юбилея Исполняется Двадцать лет творческой И главный средний Легко застрелился Но за это за все спасибо Марина, ведь вам Потому что Успехи ребенка Они все Лежат на плечах Родителей Которые Откладывают работу Бросают Свои увлечения И посвящаются Да? Так оно и было Была брошена работа И вот полностью была Расскажите Какая работа была? Теперь стыдно Живой стыдно Нет Стыдиться Это совершенно не надо Это дочерний долг был Он накопливается Дело в том, что По молодости я тоже пела Ну, потом предпочла Сцене замужества Встретила такого необыкновенного человека Как наш папа Андрюша Вот И вышла замуж Дочка А папа у нас занимался Гимнастикой И поэтому вся пластика Гибкость Это папина Вот В владельстве он меня растягивал Всячески Вот Он очень молодый выглядит Спортивный И где он, собственно? Он работает Где? Так Вот, ну Все равно со сцены я ушла Когда уже Ааа Ждала второго Второй Сестричка уже ждала Блондинка с голыми глазами Можете себе представить? Которая сейчас, кстати, где? Ну, она учится Она у нас наступила Она у нас уступила Она у нас девушка серьезная В университете, наверное В университете В МГУ В МГУ Не дай бог, МГУ Сучу В МГУ она у нас учится В МГУ, да На юридическом Так вот И мне пришлось Так как я не могла Не петь Я пошла работать В детский садик Музыкальным работником Вот И Она ходила, конечно В детский садик Ну, а потом Играл Буратино Ансамбль Мультик Назывался И это был там Первый мюзикал Мой Да Это был, кстати, первый мюзикал В 8 лет у меня был фэн-клуб Звездная болезнь Там все было А что это было в 8 лет? Звездная болезнь О, это было очень красиво Я заходила в театр И, то есть, мягким, томным взглядом Флиртовала со всем миром 8 лет второклассниц У-у-у Что вы, шпильки уже были О чем вы говорите? Мама меня поздала Она виновата в том, что я Ну, отчасти да У меня умею ходить Это даже Это дикость На шпильках танцуешь так Лучше, чем на кроссовках Понимаете? Вот кто знал Кто набаловал? Вот кто И назвали маленькая женщина Потому что там настолько Столько было женственности Это дикость Как она допустила Такое издевательство над ребенком Я не понимаю То дальнейшее течение звездной болезни Я думаю, что звездная болезнь Продолжалась до детского театра эстраты Когда Валентин Овсянников Руководитель, художественный руководитель Заставлял одну песню Петь в течение Ну, 50 минут Часа Это адский труд Она послушной была, когда вела и с мамой? Как она могла быть тогда непослушной? Послушная, конечно Нет, ну, если мне не нравилось Она очень сильно уставала То есть, никаких эмоций Там, то все, пятая, десятая Она очень сильно уставала И спорить со мной было, в общем-то Ну, наверное, не спецшколу У меня было занятия всякие Генетская спецшкола Концерты постоянно из гастроли То есть, а у меня проблемы в школе были страшные Из-за этого, что я ездила Пропуски? Даже не столько Первая проблема началась после того, как показали первый раз по телевизору Но это не только Это у всех детей, которые появляются по телевизору Я слышу в интервью, что У всех начинаются в школе проблемы У нас некоторые педагоги, конечно, очень радовались То есть, меня любили всячески А некоторые, у которых дети, особенно в классе Мы им были, ох, там были целые воины Когда Светлана расстраивалась из-за плохой отметки, допустим Я просто ушла из школы и пришла домой и сказала Я ушла из школы Вот почему ушла? Вот так Я окончила школу Я окончила школу, извините Нет, я пришла встречать младшую в школу И смотрю, она вылетает без портфеля Я кинула страху в педагога Сказала, что это невыносимо И ушла Я всегда делала, то есть, выбор какой-то делала исключительно сама Сама? Всегда В 15 лет выиграла конкурс 50 на 50 в Майами Должна была лететь учиться На три года с контрактом в Майами Я приезжаю к родителям и говорю Забирайте билеты, сдавайте, там, все что угодно Я не полечу Папа говорил, как же, ты должна лететь Нет, ну я думала, что любой нормальный человек Подумала, что ребят слышу с ума А она просто услышала музыку, музыку, метро Я не только услышала, я прошла кастинг Как танцовщица, кстати, случайно Потом я не услышала, что я еще пою То есть, я исполняла трюки Потом я начала исполнять все арии главной героини Потому что я и не могла играть главную героиню в силу возраста Но могла в силу петь Вокала И я чувствовала себя там, как моя семья И у меня был один, как одно оправдание Мам, пап, они без меня не смогут Дети, джентльмены, дамы и господа, товарищи Стоит пропустить последний поезд Чтобы увидеть единственный на своем роде антеграммный спектакль Отвязана скандальная программа Только здесь, только на нашей станции И практически бесплатно Итак... Заработать так миллион, а спонсировать так пока все дома Лучше, пожалуй, и не скажешь о наших спонсорах Пока... Все дома Арина, Латина, Ламбада Арина, Латина, Любовь Арина, Латина, Ламбада Арина, Латина, Любовь Светлана Светикова! Я идеальная девушка Я не пересомневался Такая, знаете, добрая, очень Я безумно добрая, я вам клянусь, я добрая Я дисциплинированная Я спокойная Но с другой стороны, есть парадокс Все люди, которые побежали ко мне ближе, чем на метр Рвут в себе волосы и говорят, что страшно тяжелый человек Я не могу выяснить и не могу найти причину Вы продолжаете смотреть программу «Пока все дома», которая продолжает проливать свет на разные светлые, то есть белые пятна в жизни Светланы Светиковой Свет, а какая фамилия веселая? Какую историю имеется? Обязывает Не, ну как веселая, что же с ней веселая? Светлая, ну не Светина, например, а Светикова именно такая она, какая-то жизнерадостная Ну вот уж папа Для меня веселее Светина, смешнее, чем Светикова Мне сказали, у вас чудовищный псевдоним, надо менять В общем, женщина абсолютно была уверена, что я Европа Говорила, что псевдоним мне этот не идет, что фантазии у меня крайне мало Вот, и что надо срочно менять Ну вот, в принципе, и все А также прекрасная фамилия Ну она русская, болгарская или югославская какая она? Русская, да, у нас? У нас все русские У нас папа не любит эту историю Почему? Но дело в том, что у нас был один цыган Фраду Не надо Ну, глядя, я не думаю, что вообще Да, если посмотреть на Свету Да, не думаю, что я прям такая вся из себя не цыганка Но я думаю, что этот цыган как раз во мне и отозвался Ежедневно меняется мода Но покуда стоит белый свет У цыганки со старой колонной Хоть один найдется клиент Ваши дани чудес невозможны Постучится хоть кто-нибудь к ней И раскинет она и разложит Благородных своих королев А что это за легенда еще, Света, что вы с молоком матери впитали песни отца Колыбельной? А-а-а! Ну, это я не знаю, как попали песни отца мамы в молоко Это просто как-то мама уже в течение... То есть до трех лет она плакала ни замолкание днем, ни ночью Я не разговаривала Да, она не говорила, она только... А в четыре вышла на сцену До трех лет плакала И вы знаете, так интересно, она совсем не говорила А потом как все сразу начала говорить И когда я уже вся вымученная Перенимала у меня, значит, вот... И начала петь Прощайте, красотки Прощай Прощай Прощай, невозможно Подводная лодка И так пищуливается Что, подводная лодка дальше что? Ходит в похлот А вот А папа у вас военно-морской наружности? Военно-морской? Папа! Там спряжка ремень С якорем Папа у нас скалолазник и моряк Он у нас... Молка отшлепочет, очень больно Он у нас все Папа шил сам Сам Он у нас в стране с джинсами Он покупал материал Все друзья и родственники ходили в джинсах Не отличишь от фирменных И куртки шил И пальто мне шил Короче говоря, папа тоже заходить в талант Но он очень строгий То есть слово это там дурак В семье была катастрофа А у нас нельзя Это трудно поверить, что Ну вот за 25 лет нашей супружеской жизни Вот уже 25 лет у нас в этом году Он меня даже дурочкой ласково никогда не назвал У него два вышибаунских образования Но он художник Он занимается флорентийской мозаикой Я уверена, что вот очень многие, естественно, не поймут, что это такое Но это дико сложно, потому что это ручная работа Это камни, это мозаика Это увлечение или профессия? Сейчас уже профессия Уже профессия, да То есть я сначала занимался мелкой скульптурой Там какие-то украшения или какие-то фонтальчики Закончив Бауманское училище У меня есть два высших образования У меня просто лежат эти его образования Ну что вот У меня есть жизнь, и вот так вот она все пизы припоносит А как папа смотрел на увлечение дочери сцены? Очень, очень хорошо Очень положительный Вы знаете, есть вот одна очень забавная штука у нас в семье Если я, например, одеваю короткую юбку, которая маму раздражает То папа, в отличие от мамы, скажет Прекрасно, иди Джинсы он не режет, рвет на разных местах Как хочет абсолютно То есть человек с безумным чувством вкуса и стиля Это очень здорово Субтитры создавал DimaTorzok Наверняка есть какая-то форма, как вас объявляют во время концерта Которая вам очень нравится Вот сейчас хотелось бы от вас услышать Как вам нравится, когда вы сфабрикаты? Я люблю, когда обо мне говорят Я не то, чтобы я вот Не люблю, когда вспоминают о фабрике Когда говорят, что я фабриканка Меня это раздражает Естественно, потому что у меня комплекс полуфабриката остался Я не хочу больше этого слышать Союз контрактов Союз контракт Да, вот Я люблю, когда меня называют самой молодой И признанной лучшей Смиральдой в мире То есть для меня действительно где-то дикое счастье К сожалению, Смиральду видели немногие Давайте сначала начнем, как вообще появилось приглашение Там пять Я играла в Мюзикли Метро Я узнаю про кастинг На Трудам прихожу У нас был продюсер, Руща Александр Вольфович, Вайнштейн Мною очень уважаемый человек Вот, и я прихожу, говорю Вы знаете, я могу пойти на кастинг? А ну как, ну все-таки они мои продюсеры Я спрашиваю разрешение Нет Я говорю, ну почему нет? Ну ты маленькая еще Я говорю, я прочитала Понимаете, вот мне прислал мальчик На почту, письмо И там описание Смиральды Я думала, что это про меня написано Я не читала Гего до этого Вот, и я взяла эту книжку Пришла в кабинет Артем Вольфович, кладу ее на стол На халка и говорю Вот читайте мне вслух Он начинает читать То есть там вот это описание Маленькое Маленькое, хрупкое, черненькое Большие черные глаза Ножки там, еще чего Танцует, поет, радуется И главное для меня, что было главным звоночком Настроение меняется каждые пять минут И еще внутренняя свобода Я могу сказать, что я очень свободный человек Эта девочка из Смиральда Сделала Свету Сетьку Такой, как бы До этого была фанатка Бритни Спирс Ну то есть не в буквальном смысле А вот я играла роль фанатки Бритни Спирс То есть я и существовала такой пацанкой А здесь меня ломали, понимаете Меня делали девушкой Там за два месяца Меня сделали вот взрослой девушкой Жизнь для любви одной Пускай мне не быть с тобой Но знай, не прошу судьбы иной Ты услышишь меня вдали Люблю и умираю от любви Марина, скажите, пожалуйста, столько внимания уделили Как не обделять младшую? А с Наташей чем и как вы занимались? Ой, Наташа у нас была полностью на самообразовании То есть это доска магнитная с буквами Книжки уны, газеты Бедные ребенок Чугунные игрушки, привинченные к полу Да, да, да Уны, книжки А почему не возникла мысль дуэт с сестры Светиковой? Нет, вы знаете Когда мне приходилось брать ее, Наташу Брать на репетиции в детских театрах эстрады Вот к Валентину Овсянникову И Наташа сидела вот в этом репетиционном маленьком зале И видела, как Светлана 150 раз поет одну и ту же песню Она сказала, мама, нет, никогда На сцену никогда Кстати, ей 20 лет скоро будет, я в шоке Да, у нас младшенька, скоро 20 лет Вот я в шоке Я поступала в институт Куда я поступала? Поступала, неважно, не помню уже Несколько раз Ни разу поступала В институт, это вообще не моя, видимо, история Учиться нету И мне педагога позвонила и дала мне тему Я ночью сижу перед экзаменом, пишу сочинение Да, вот Я говорю, Наталь, ну прочитай, как тебе? Она читает Милейшая Кстати, блондинка, милая Она плохого слова не скажет Она такая милая Она говорит, ну ты дура Она кидает в меня и говорит, бред У нас бы вот за это Не то, чтобы не пустили даже на первый конкурс Я говорю, Наташа Ставлю тебе ноль Нет, милый А у меня, то есть, понимаете У неё всё чётко и конкретно А у меня И тогда она встретила этого невероятного мужчину И её мистическая там радость Разрывала её сердце на маленькие кусочки Волшебно То есть у меня Я вашу полечку перепёр на родной язык Так вам волшебно Сказал я Здравствуй Здравствуй Забудем ссоры Всё начнём опять Сказал я Здравствуй Здравствуй Со мной быть рядом Снова обещай Сказал я Здравствуй Здравствуй А ты сказала Здравствуй и прощай А ты сказала Здравствуй и прощай Идя рука об руку Со всеми пока все дома На большие экраны И широкого зрителя Выходит Очумело руко Творческое объединение Очумелые ручки Поднимая на недосягаемую высоту Всеобщий горшечно-культурный То есть дело комнатного растения и водства Сегодня за это самое дело Берётся Знатный пахарь на Ниве Очумелые мысли Он же в миру Народный очумелец Андрисанович Махмедев Пожалуйста Сегодня мы вас познакомим С конструкцией устройства Которое позволяет Поливать высоко растущие растения И как обычно Дело не обойдётся Без пластиковой бутылки Всё, законтрили Коль левил Что мы сделаем С этой пластиковой бутылки Возьмём от неё пробку И в просверленные два отверстия Вставим пластмассовые трубочки Эти трубочки Должны по диаметру Подходить К вот таким вот трубочкам Для коктейля Хорошо знакомые Да Обильно представленные В любом мусорном ведре Да Одну трубочку для коктейля Мы Насаживаем Таким образом Чтобы она у нас оказалась Как бы внутри Пластиковой бутылки Для наглядности Она красного цвета Да Так Другую Мы Насаживаем на трубочку Таким образом Чтобы она у нас Оказалась Снаружи Для наглядности Она зелёный цвет Потребуется вот такой Недлинный шланг На конце которого Находится краник Краник должен перекрывать Воздух Надёжно Для наглядности Он оранжевый цвет Да И краник Изначально должен находиться В закрытом состоянии Это важно Он мой этот краник Я его принёс Другой конец шланга Насаживаем На трубочку Которая соединяется У нас С Красной И Вставляем Сюда Нашу конструкцию Вставляем И закручиваем Вот это Это сама Оросительная система Да Теперь нужна Несущая система То На чём будет крепиться Оросительная система Так Сейчас берём И прикручиваем Всё вверх Навяння располагается Потом всё это будет перевёрнуто На ваших же глазах Так Прикручиваем Это может быть прикручено Скотчем Или изолентой Как в нашем случае Так как гвоздями Не удалось прибить К сожалению Так Вот После того Как у нас Конструкция Надёжно Закреплена Берём Этот Краник В левую руку Так Вот это берём В правую руку Не потечёт Ничего не протечёт Здесь Не знаю Не должно Загибаем В какую-то Наверное В эту сторону Это направленность Тока жидкости Да Загибаем Так И переворачиваем Меня Не потекло Не потекло Источником Так Теперь берём Вот у нас Высокорастущий Да Досердиваются Вот до этого У нас растение Момент 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 Я как известный ботаник Аточменов Уверяю Что фиалки нельзя Поливать на листья Листья гниют Нужно под корни поливать Хорошо То есть ещё и прицельность Достигается прицельность Да Медленно открываю краник Отдуть не надо сюда Не надо ничего Да Оп Вот полялось Смотрите Закрываю краник Не льётся Насовсем Вручаю вам Это Чтоб не вяло Текущее приспособление Наши очумелые ручки Гарантируют Что теперь Как бы высоко Не росли Ваши комнатные растения Рост вашего мастерства Всегда будет выше Молодец Молодой Как сказал Пока все дома Пока все дома Пока все дома Светлана Светикова О Боже Дай мне сил Что подумано Успеть Ни о чём Не сожалеть О Боже Дай мне сил Свет, а какую путаницу, я уж не хочу говорить вранье, но какое писали? Или в интернете, или в газетах? Чего вы думали? Хороший вопрос. Да много чего, как-то все так помелочь. И машины у меня разные были, и квартиры, и мужчины у меня тоже разные. Поэтому я не обращаю внимания, мало того больше, скажу, я не читаю. Вот сейчас как раз Светлана набралась духа и продолжает делиться тем, каким она видит. Семь или счастье, идеальную мужчину. Не, ну любовь это вообще отдельная штука. Любовь, она приходит, она, знаешь, думаешь, ой, я любила его, я его любила, я его любила. А вот думаешь, ну как, была это любовь, не была любовь. Вот это вы сейчас можете думать, есть у вас любовь или нет, а я еще пока не могу. Ветеран сцены. Я могу только пока мечтать, так сказать, об этом. На пустых причалах метро. Растеклом в холодных витринах, ты и я, мы ищем любовь, но всегда проходим мимо. Может нам сказать, постой, может больше не прощаться. Свет, ну какой вид семейной жизни в мечтах, в идеале? Дисциплина внутренняя, вот как у меня от папочки в основном. Вот, ну мама, она очень эмоциональный человек, и там, то есть, не важно, короче. Я спрогаю режима, дисциплина, и чтоб все уважали. Вы что там в углу плачете? Уважаете меня? Да, продолжаете. Не, ну что вы говорите, вы все прекрасно понимаете. Не надо меня вот так вот сейчас путать мне. Мой муж будет в самом недисциплине человека, потому что у меня тяга такая, знаете, к каким-то таким вещам, которые хочется чуть-чуть сломать, победить или вот как-то вот, понимаете, да, вот преодолеть что-то. Вот, и как-то так встречаю, встречаю таких людей сложных постоянно, то есть, катастрофически сложных людей встречаю. Одна дама сказала в нашей передаче. Мужчины правильно, они же не нравятся, да, нам же надо, чтобы горело, да, чтобы было интересно. Кто ж вас знает, вот как раз и расскажите, вам что надо. Ну вот я рассказываю, что надо, чтобы горело, чтобы было интересно. Хотелось бы, чтобы весь горел и было интересно, а я чуть не добавил, что это Джордан Бруно, и он уже вот давно это сделал. Ну вот всегда, от меня столько эмоций, что не дай бог. Хочешь, чтобы он был спокойный относительно естественно. Какие еще технические требования? Технические требования? Спокойный, уважал, дисциплина, часы ему купим, секундомером. Нет, дисциплина это отношение к жизни с перспективой. А профессия, а профессия. Ой, вообще не важно. Ну как так? Ни материальное положение, ни профессия. Почему? Объясню. На мужчину положиться нельзя, потому что на себя тоже нельзя положиться. Завтра ты любишь, послезавтра не любишь. У своих детей только сама. То есть на мужчину нельзя положиться, он не кормилец? Я считаю, что нет. Вы кого воспитали? Я бы с удовольствием, конечно, поиграла бы в эту историю. Но я боюсь, что может случиться такой вариант. Поэтому я не хочу сидеть и просить у него денег. Не спасут, но в них надежда пять минут. Как только значит, я люблю тебя, то ты ж ты видишь, я уже не плачу, сделай шаг. Не навстречу я живу, одни с тобою, обними, меня за плечи я кричу, позови меня. Так, ну продолжаем. Интересный разговор. Так, а воспитание первой дочери, которая родится? О-о-о! Вот, может быть, вы сейчас напророчили. Дочь? Да. И что? Вы думаете, что у меня дочка будет? А ты хочешь? Ну, ты думаешь, что дочка. Ну, ладно, это моя... И что вы с ней будете делать, интересно? Мы ее будем любить. А ей будет разрешено ходить в пять лет на шпильках и вот так сидеть и все? Нет, как нет, как нет. Вот это я, кстати, не думаю. Это же приводит к оглушительному, ослепительному успеху. Да вы что? Что-то я его не вижу пока, извините. Всему, как говорится, свое время. Причем, как бы мы ни старались, время обязательно возьмет свое. И на что же? Если мы вовремя его не остановим, продлив себя в детях. Вот именно поэтому мы постоянно с такой настойчивостью и повторяем. У вас будет ребенок. Здравствуйте. Знакомьтесь все, пока все дома. Это наша маленькая Леночка. Леночке семь месяцев. Она очень спокойная, разговорчивая девочка и очень любознательная. Как только Леночка появилась на свет, от нее отказалась мама. Всему, что она умеет делать, ее научили нянечки и медсестры. Выкладывая ребенка на ковер, следите обязательно за тем, чтобы костюмчик закрывал и коленки, и локоточки. Потому что, ну, малышу будет неприятно, может быть, даже и больно ползать по такой поверхности. Молодчинка! А я думала, ты не умеешь ползать, а ты умница такая, как хорошо ползаешь. Вот так, встаем. И давай-ка мы с тобой попрыгаем. Вот так. На коленках это очень хорошее упражнение. Прежде всего, она доставляет массу радости ребенку. А во-вторых, укрепляет мышцы ног. Вот, давай, дружок, попрыгаем. Так. Леночка у нас сейчас в основном кушает из бутылочки. Хотя уже потихоньку начала из ложечки кушать творожок, фруктовое пюре, овощное пюре. Да, и сейчас мы с тобой поучимся пить сок. Из чашечки, либо из паильника. Смотрите, как она внимательно меня слушает. Все понимает. Конечно, малышу для питья можно попробовать предложить вот такую фарфоровую чашечку. Но как переходный этап от соски к чашке, вот используйте паильник. Ну, поверь мне. Давай, вот хорошо. Пусть ребенок сам раз поднесет к рту, другой. Превращайте все это в игру. Вот, пару капелек уже попало в рот. Это у нас маленькая победа. Белокурая, белокожая красавица. Идем купаться? Идем, ура, ура. Пойдем. Сегодня я буду помогать Елене Вячеславовне, старшей медсестре, купать нашу Леночку. О, у нас, кстати, три Лены. Да. Счастливое совпадение. Так. Так, потихонечку погружаем в воду. Водичка у нас сколько градусов? 37 градусов. Хоть Леночка и уверенно сидит в ванночке, все равно вот так держите свои руки всегда наготове, чтобы в любой момент можно было подхватить малыша, если вот он соскользнет. Что это? Давай, бери мою руку, правильно, так вдвоем веселее, конечно. Ни в коем случае не наливайте горячую воду, когда ребенок находится в ванной. Вот так, приподнимите, налейте водичку. Так. Водичку перемешиваем. Здесь у нас есть термометр. Термометр. Да, чтобы наверняка полежал, посмотрели. Ну и народное средство локоть. Локтем тоже можно проверять. Все. Так. Хорошо. Сколько должно длиться купание у ребятишек в этом возрасте? В этом возрасте дети должны купаться в течение 15 минут. Но если ребенку это приносит удовольствие, то можно подольше поиграть. В какое время лучше всего купать? Ну, чаще всего родители купают перед сном. За 30 минут до сна после купания кормят и укладывают спать. Каждый приспосабливается, как удобно. Наши детки купаются днем, перед дневным сном. Потому что так удобно сестрам. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. От нашей семьи, этому ребеночку мы хотим подарить вот эту эсмеральду. Эсмеральду, она была приобретена в Париже, непосредственно около собора Парижской Богоматери. Она стояла у меня очень долго. Пусть будет, вот это будет талисманчиком для этого пупсика. Пусть у него будет хорошо с этой эсмеральдочкой моей. Спасибо. Передадим. У программы «Пока все дома» самое главное пожелание, из которого ее название и состоит. Так что до всех следующих воскресений. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Все продолжится в том же духе и на том же канале. Оставайтесь до последнего на первом. Продолжение следует...